Яхтсмены соревновались при стабильном ветре силой от 8 до 14 узлов, ярком солнце и высокой волне. Эти условия позволили провести максимальное количество гонок и наверстать упущенные в первый штилевой день регаты. Ветер позволил провести 4 полноценных гонки. Новый день принес значительные перестановки в таблице предварительных результатов. На дистанции скоростных классов не обошлось без драмы. Трижды переворачивали 49-е. Не миновала эта участь и на Акро-17. В дивизионе Олимпийских катамаранов продолжается соперничество между экипажами Максима Семенова, Алины Щетинкиной и Сергея Джейнбаева, Дарьей Ивановой. Во флоте мужских скифов первым по-прежнему идет экипаж Яна Чеха и Ивана Зотова. В 49-е «ФХ» уверенно лидирует экипаж Анастасия Гусева, Яна Стоколесова. Никакой интриги в классе «Лазер». Сергей Комиссаров возглавляет флот, имея в активе 5 очков. Соперники сильные. Сегодня больше мне везло, чем им. Меньше ошибался и все приходы нормальные. Готов довольно сильно. В принципе, после Олимпиады не делал больших пауз. Пару недель и приступил дальше к подготовке, как и обычно. Елена Воробьева также сохраняет позиции в женском «Лазер-Одеал». Оставаясь первой в классе 470, нет равных экипажем Павла Сазыкина, Дениса Грибанова и Алисы Кирилюк, Людмилы Дмитриевой. Мужчины выиграли все шесть гонок, а девушки идут третьими в общем зачете, оставляя позади 19 соперников. Очень много молодых появилось гонщиков. Видно, что талантливые, глаза горят, хотят работать. Ну, чуть-чуть не хватает опыта, скорости где-то разогнаться им. Ну, я думаю, что большое будущее у них. Не меняется ситуация и в женском «РСХ». Стефания Елфутина – первая, Мариам Сехпосян – уверена вторая, Анжела Полударова – третья. Шикарная погода, отлично Сочи нас балует. И ветер уже второй день, и отличные гонки без задержек. Шикарные условия, волна, все круто. У мужчин лидер сменился. Евгений Айвазьян уступил верхнюю строчку Александру Аскерову, который выиграл две последние гонки. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.